Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен вот этим замечательным предметам, которые все вы, конечно, так или иначе когда-нибудь держали в своих руках. И когда мы с помощью такого отшлифованного стекла пытаемся собрать солнечные лучи в одну точку и что-нибудь поджечь, мы говорим о зажигательном стекле или собирающей линзе. А когда мы что-нибудь рассматриваем в увеличенном виде, мы обычно называем такой предмет увеличительным стеклом или лупой. И наш ролик будет посвящен как той, так и другой стороне дела. И чтобы увидеть как свет собирается в одну точку, мы используем эту установку. В ней параллельные лучи света будут формироваться с помощью параллельных щелей, а потом они пройдут через линзу. А наблюдать за всем этим мы, конечно, будем в темноте. И вот мы видим пять параллельных лучей. Пройдя через линзу, они собираются в одну точку. Эта точка называется фокусом, что в переводе с латинского языка означает очаг. И сейчас мы разберемся с тем, как получается такое схождение. Если мы возьмем треугольную призму и пустим два симметричных луча, они преломятся в стекле и сойдутся в одну точку на оси призмы. Но если мы выпустим еще два луча на другом расстоянии от оси, они сойдутся в другой точке. А нам хочется, чтобы все лучи сходились в одну и ту же точку. Поэтому лучи должны отклоняться тем сильнее, чем дальше они идут от оси. А для этого мы используем вот такую призму. Если мы будем увеличивать число лучей, то и призму придется гранить все сильнее. А в пределе получится гладкая выпуклая поверхность и вместе с плоской поверхностью с другой стороны она будет ограничивать плоско-выпуклую линзу. Я думаю вы заметили, что в последнем построении лучи у меня сошлись не совсем в одну точку. А это произошло потому, что, во-первых, построение само было недостаточно рассчитанным, а во-вторых, из-за того, что линза, которую я рассматривал, была весьма толстой. И здесь как раз наступает момент, когда нам естественно прийти к модели тонкой линзы, о которой будет рассказывать Алексей. Я сразу же хочу сказать, что тонкая линза существует только в наших теоретических построениях. Это такой же идеальный объект, как нежимаемая жидкость или математический маятник. И изображается на чертежах собирающая тонкая линза в виде двусторонней стрелки. Перпендикулярно к ней проходит главная оптическая ось, а точка их пересечения называется оптическим центром линзы. И такой идеальный объект обладает следующими свойствами. Свойство первое. Пучок параллельных лучей, падающий на линзу вдоль главной оптической оси, собирается в точку на этой оси – фокус линзы. Расстояние от плоскости линзы до фокуса называется фокальным расстоянием и обозначается буквой F. Свойство второе. Если пучок параллельных лучей направит вдоль главной оси с другой стороны линзы, он также соберется в фокус, находящийся на таком же фокальном расстоянии от линзы. Свойство третье. Наклонный световой луч, проходящий через оптические центры линзы, проходит через линзу, не преломляясь, и сохраняет за ней свое направление. Свойство четвертое. Наклонный пучок параллельных лучей фокусируется в точку, которая находится в фокальной плоскости линзы, там, где эту плоскость пересек луч, прошедший через оптический центр. И последнее, пятое свойство состоит в том, что световые лучи обратимы. В частности, если они выходят из точки фокальной плоскости, то за линзой они превращаются в пучок параллельных лучей. И хотя, как я уже сказал, идеальных тонких линз в природе не бывает, но эта модель в первом приближении достаточно хорошо описывает реальные линзы. Ну и чтобы продемонстрировать это, давайте посмотрим, как линза фокусирует косой пучок световых лучей. Ну и для того, чтобы получить такой пучок, конечно, положение источника не менял, но зато развернул саму линзу. И вот мы видим, что световой луч, проходящий через оптический центр линзы, не преломляется, а все остальные лучи собираются в точку. Мы уже знаем, что пучок световых лучей, выходящий из любой точки в фокальной плоскости линзы, за линзой превращается в пучок параллельных лучей. А что будет, если мы возьмем точку не в фокальной плоскости линзы? Как пойдут оттуда световые лучи? Сейчас мы с этим разберемся. Линза с ее фокусами уже изображена, и мы возьмем точечный источник, который удален от линзы больше, чем на фокальное расстояние. А теперь мы воспользуемся методом удобных лучей. Луч, который идет через оптический центр линзы, не преломляется. Луч, идущий параллельно главной оптической оси, преломится и пройдет через задний фокус линзы. И эти два луча уже пересекаются в точке. А третий удобный луч проходит через передний фокус линзы, а за линзой он идет параллельно главной оптической оси. И в геометрии доказывается, что этот луч пройдет через ту же самую точку, что и первые два. А еще доказывается, что не только удобные, но и все остальные лучи, вышедшие из точечного источника, пройдут через ту же самую точку, которая называется изображением источника. Алексей сделал все нужные заготовки и показал нам, как простейшие задачи геометрической оптики сводятся к собственно геометрии. И теперь мы можем проделать следующий шаг и вывести формулу тонкой линзы, которая связывает между собой фокусное расстояние линзы и два расстояния от линзы до источника и до изображения. Обозначим фокусное расстояние буквой F, а расстояние от линзы до источника и изображения буквами A и B. А еще введем два вспомогательных отрезка и обозначим их буквами P и Q. Рассмотрим два подобных треугольника слева и составим пропорцию F так относится к A, как Q относится к P плюс Q. Теперь рассмотрим два подобных треугольника справа и составим вторую пропорцию F так относится к B, как P относится к P плюс Q. Сложим эти два равенства и получим, что F поделить на A плюс F поделить на B равняется 1. Этот результат обычно представляют в виде 1 делить на A плюс 1 делить на B равняется 1 делить на F. И вот эту формулу и называют формулой тонкой линзы. И сейчас мы проверим эту формулу. На столе у меня установлена оптическая скамья. На ней источник, который может перемещаться по скамье, как по рельсам. А еще я ставлю сюда экран и собирающую линзу между источником и экраном. А дальше я буду перемещать источник и смотреть, как на экране возникает резкое изображение. Расстояние от линзы до экрана оказалось равным 55 см, а от линзы до источника 30 см. Подставляем эти данные в формулу и получаем, что фокусное расстояние линзы равно 19,5 см. А теперь я снимаю линзу с оптической скамьи и вижу, что на ней написано, что ее фокусное расстояние равно 200 мм. А мы получили 195. 5 мм разница, ошибка в 2%. И что касается этой ошибки, во-первых, у нас есть точность фокусировки. Во-вторых, точность измерения расстояний. Ну, а в-третьих, и сама линза тоже изготовлена с некоторой точностью. А теперь настало время взять и промоделировать вот это движение источника в программе Геогебра. Предмет, показанный зеленым цветом, находится слева от линзы, а его изображение, показанное фиолетовым, справа от линзы. Мы построили его с помощью двух удобных лучей, которые показаны красным цветом. Когда предмет отдаляется от линзы, изображение приближается к заднему фокусу и становится все меньше. А когда предмет приближается к переднему фокусу, изображение отдаляется от линзы и становится все больше. Что же будет, когда предмет окажется в фокальной плоскости? Лучи становятся параллельными и изображение уходит на бесконечность. Но самое интересное происходит дальше, когда мы предвигаем предмет еще ближе к линзе. Изображение приходит с бесконечности, но уже с той же стороны, где находится предмет. И оно получается пересечением не самих световых лучей, но их продолжений в обратную сторону, которые показаны здесь зеленым цветом. Такое изображение называется мнимым, а его физический смысл мы обсудим чуть дальше. А теперь настало время проделать некоторые опыты. И я опять передаю слово Алексею. Я хочу обсудить, почему, когда я смотрю сквозь линзу, я вижу изображение иногда четким, а иногда нечетким. Иногда увеличенным, а иногда уменьшенным. Иногда прямым, а иногда перевернутым. И хорошо будет, если вы возьмете линзу и проделаете вместе со мной простые опыты. И в первом опыте я возьму линзу, отодвину ее на расстояние вытянутой руки и буду смотреть вдаль, на дома напротив. И мы видим через оправу линзы перевернутое изображение гаража со снегом на крыше. А теперь между объективом фотоаппарата и линзой поставим матовый экран, поместив его в фокальную плоскость линзы. Изображение сфокусировалось на экране, причем мы теперь видим даже больше, чем видели раньше через оправу линзы. Сосредоточим наше внимание на этом снежном пятне. Уберем экран, и пятно осталось таким же на том же самом месте, только стало ярче. Давайте объясним этот опыт. Когда за линзой стоял экран, лучи от каждой точки предмета, проходя через линзу, фокусировались в соответствующей точке экрана. И так возникало перевернутое изображение предмета. А глаз или фотокамера, с помощью которой мы вели съемку, стоит за экраном и смотрит на него. И лучи от экрана проходят через еще одну собирающую линзу, объектив камеры, и фокусируются на светочувствительной матрице. А теперь самое главное. Обратите внимание на вот эти лучи, идущие к экрану, и вот эти, которые продолжают их и идут от экрана. Если я уберу экран, свет на этой схеме как шел, так и будет идти. И поэтому изображение на матрице не изменится. И еще я должен заметить, что на схеме предмет был нарисован близко к линзе. А в действительности я смотрю на предметы, которые расположены очень далеко от меня. И поэтому можно считать, что лучи от них идут параллельно и фокусируются в фокальной плоскости линзы. И именно это изображение я и рассматриваю. Хотя сейчас оно вам и не видно. Теперь мы сделаем следующий опыт, используя собирающую линзу как увеличительное стекло. Я ставлю перед собой, за нее помещаю шариковую ручку и начинаю отодвигать. Изображение ручки становится все крупнее и крупнее. Давайте посмотрим, что я вижу, заменив мой глаз объективом фотоаппарата. Сейчас ручка придвинута вплотную к линзе. Я начинаю отодвигать ее, изображение растет, отодвигаю ручку все дальше, изображение становится все больше и наконец расплывается совсем. Чтобы объяснить, что мы видим, вернемся к нашей схеме в геогебре. Ручка показана зеленым, а ее мнимое изображение фиолетовым. И когда предмет стоит близко к линзе, его изображение практически не отличается от него по размерам. Теперь будем отодвигать предмет к фокусу линзы, и при этом мнимое изображение отъезжает все дальше и дальше, а его размеры становятся все больше и больше. А расплывание происходит, когда предмет проходит через фокус линзы, потому что изображение становится действительным и оказывается за головой наблюдателя, и он его видеть не может. А теперь еще один опыт и еще один способ просматривать предмет с заметным увеличением. Я ставлю собирающую линзу вплотную к глазу и подношу предмет достаточно близко к себе, так что мне становятся видны отдельные мелкие его детали. На схеме заменим глаз его моделью, фотоаппаратом с объективом, настроенным на бесконечность. Параллельные лучи от удаленного предмета будут фокусироваться на задней стенке, где у глаза находится сетчатка, а у фотоаппарата матрица. Если предминуть предмет к глазу, изображение будет находиться за задней стенкой. Но мы можем подстроить объектив фотоаппарата, а глаз подстраивает свой хрусталик, и изображение вновь оказывается на задней стенке. Но эта подстройка не беспредельна. Если предвинуть предмет еще ближе, сфокусировать изображение уже не удастся, и вместо точки на задней стенке появится размытое пятно. А когда мы ставим перед глазом собирающую линзу, она дополнительно преломляет лучи, они фокусируются на задней стенке, и теперь мы можем рассматривать предмет, который находится совсем рядом с глазом. И кстати сказать про глаз, его оптику, аккомодацию, близорукость и дальнозоркость, их исправление с помощью очков, у нас есть отдельный ролик, и я рекомендую вам его посмотреть. И про собирающую линзу мы поговорили уже достаточно, но осталась не рассмотрена еще рассеивающая линза, и про нее сейчас будет рассказывать Алексей. Ну я сразу должен сказать, что рассеивающая линза всегда со мной, это мои очки, которые исправляют близорукость. Но рассеивающая линза стоит и передо мной на столе, и с ней все гораздо проще, чем с собирающей линзой, потому что как бы я не смотрел вдаль или на предмет вблизи, я всегда вижу одно и то же прямое уменьшенное изображение. И сейчас мы разберемся, почему так происходит, а для этого для начала построим ход лучей. И здесь изображена плоско-вогнутая линза, на которую падает пучок параллельных лучей. При преломлении этот пучок расходится, но расходящиеся лучи можно продолжить назад, и эти продолжения сойдутся в одной точке, которая также называется фокусом линзы. И теперь мы перейдем от реальной рассеивающей линзы к ее модели тонкой рассеивающей линзы. Ну и надо сказать, что свойства тонкой рассеивающей линзы точно такие же, как и у тонкой собирающей линзы. А обозначается рассеивающая линза на чертежах стрелочками, направленными в другую сторону. И теперь нам, естественно, посмотреть, как соотносится между собой положение источника и его изображения с помощью геогебры. Источник здесь снова показан зеленым цветом, и из него проведены два удобных луча. Один через оптический центр линзы, а другой параллельно главной оптической оси. И мнимое изображение, показанное фиолетовым, находится на пересечении первого луча и продолжении назад второго. Когда я отвожу источник от линзы, мнимое изображение приближается к фокусу и становится все меньше и меньше. С тем, как работают отдельные линзы, мы уже разобрались. Но гораздо интереснее, как они работают совместно в оптических приборах. Об этом мы расскажем в других роликах. А сейчас я перейду к нашему традиционному заключительному вопросу. И сегодня он будет таким. Как определить фокусное расстояние собирающей линзы? Понятно. Мы должны сфокусировать на экране изображение удаленного источника и померить расстояние от линзы до экрана. А вот как измерить фокусное расстояние рассеивающей линзы, которая строит только мнимое изображение? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому видеоролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!